привет друзья хочу показать вам такой большой видеоролик о том как я посаживаю племенной материал который приезжает с австрии с германии не буквально через пару дней приедет племенной материал с германии и это будет карника линия пешиц и сейчас я хочу подготовить отводочек для того чтобы подсадить туда матку буду я делать мне нравится такой варианта много люди подсаживают по-разному в отводки там сборные делают отводки в семьи ну и так дальше ну я был пробовал в прошлом году так подсаживать племенной материал мне понравилось и я решил так и подсаживать дальше здесь ничего такого нету я делаю как бы трусу пчелу делаю штучный роль поэтому почему мне нравится такой метод можно так сказать метод по той причине что я сейчас натрушу пчелы заношу его в темное прохладное помещение и завтра приезжает они сутки посидят без матки они осиротеют и завтра приезжает племенная матка моя и я в свой накопитель для пчел помещаю туда матку и они еще двое суток сидят с маткой в итоге трое суток они сидят в помещении за эти трое суток сутки они без матки и двое суток с маткой они ее принимают без проблем и потом я это все через трое суток наношу на пасеку и заселяю в улей чем мне нравится такой подход и тем что идет хороший прием матки чел слаживается такое впечатление что у них нет гнезда них нет матки они у них нет расплода не открытого не закрытого они не могут потянуть не свящевые маточники не маточники замены и так дальше матка плодная она как только я ее выпускаю из клеточки она начинает сеять и пчелы так как получается эффект искусственного роя пчелы быстро стартуют хорошо оттягивают восстанавливают гнездо маточка сеет и семья выходит на очень хороший уровень потом дальнейшем когда матка уже начнет работать туда уже можно подставить раствор например с других семей на выходе и этим же подселить семью чтобы в зиму племенной материал пошел как бы в боевой готовности что что я как я делать я подготовил меня есть рамочки я вот ящик меня на 5 штук я ставлю в ящик одну рамочку с кормом это медовая рамочка прошлогодняя подсолнух как всегда он полу жидкий полу кристаллизованный я его ставлю сюда перед этим перед этим я могу его чуть-чуть с росинки смочить ну и ставлю его в этот ящик потом я ставлю три рамочки ващины обычной ващины в этот ящик и вернее четыре рамочки но это у меня четвертая рамочка почти полу оттянутая овощина я ее поставил здесь для того чтобы добавить сюда грамм 100 водички зачем я это делаю так как они три дня будут стоять у нас в темном прохладном помещении пчелкам нужен корм и водичка можно корма меньше давать чтобы они был у них типа как как маленький небольшой стресс в том что у них нету матки нету все гнезда нету расплода нету них ничего и они просто тогда хочешь не хочешь они принимают матку с большим желанием можно ващину не ставить можно просто насыпать пчел сделать как искусственный рой без ващины не оставлю ващину так как они его сейчас я на пушу пчелы тянуть не будут но как только я туда в клеточке посажу племенную нашу матку они эту ващину начнут отстраивать потом когда когда я буду выносить рамочки более я покажу насколько они отстраивают или как они оттянули от толщины ну и теперь берем наш подготовили мы ящик для этого всего дела ящичек мы чтобы челки лучше туда падали смачиваем с росинка ну и теперь у нас задача стоит это найти здесь у меня тоже племенной материал здесь к карника трозе кварова толеранс ну здесь как бы чтобы контролировать там районе чтобы матка я отсюда и расход забираю них и в данный момент я решил забрать у них какую-то часть пчелы ослабить племенной материал в данном случае трозе кварова толеранс ну и теперь сейчас нахожу матку и работаем на улице только что прошел дождь и ну и видно что погода не очень способствует как бы тучно я сюда недавно поставил третий корпус ну я отсюда забрал забирал расплод сейчас идет липко так ну это у нас есть медовая рамочка вот кстати сразу нашел матку а на верхнем корпусе разделительную решетку я не ставил вот наша матка это трозе кварова толеранс от карла пернера очень хороший достойный материал вот такая мамка и в принципе дочки дочки ее тоже такие как и мамка похожи по экстерьеру тоже темненькие матку я нашел так что теперь можно смело нам трусить пчелу маточку можно стороночку так конечно можно потерять матку ну можно ее у колпачок ну я думаю что все нормально ну и теперь наша задача натрусить сюда пчелок матку мы нашли сразу что нам очень повезло здесь расплод молодая пчелка ну и пошли я трушу всю подряд пчелу и старую молодую и как бы не перебираю чтобы только молодую то есть для приема матки в идеале конечно чтобы была одна молодая пчела ну когда я делаю таким таким способом трусу как бы от водочек таким способом для меня не столь важно они все равно хорошо принимают проблем нет то будет и старая молодая пчела они за время пока приедет матка пока не сматка еще двое суток будет сидеть они они почувствуют сиротство осиротеют и проблем не будет это верхний корпус он под залитый но пчелы здесь верхнем корпусе но повторюсь я забирал отсюда и расплод и пчелу а вот здесь кидал корпус в разрез ващиной второй корпус здесь расплод в нижнем корпусе есть некоторые мисочки смотрю вы не зда у меня как видите чистенькая ващинка соты светленькие вот два дня на заставил ващину с этой стороны отстроены с этой еще нет отстроена но не полностью расплод ну и заодно проверю на наличие маточника чтобы наш племенной материал не улетел надо контролировать семьи с племенным материалом я ничем не ограничиваю вот данный момент карника пройзы кварталеранс работает как обычная семья она носит у меня пыльцу собирает пыльцу то есть я я ее не ограничил она сеет подставляю им ващину вот это в корпус ващины в разрез рамочку медовую заберем рамочку расплодную поставим и нашу маточку мы позже сразу же поставим тоже гнездо опустим это второй корпус в разрез повторюсь я так ставил ващина могу показать как она как они отстроили ващину вот это в разрез они отстроили и уже заливают метком вот есть рамка где еще не полностью отстроена но тем не менее как видим я расширяю корпусами то проблем с оттягиванием нет даже вот залили метком липкой залили липкой матка у нас в нижнем корпусе а верхний корпус уже такой тяжеленький тяжеленький с липовым меда пчелок я забрал достаточно забрал достаточно лепка почти залитая но еще не печатаная но и не полностью залитая еще не тяжелая но есть закрываем нашу семью племенную пчелок натрусили мы много ставлю пятую рамочку с ващинкой и расставляю рамочки и и и Все, друзья. Пчелок мы натрусили, закрываем наш ящик, готово. Пчелки есть, теперь заношу его в подвал и завтра приезжает наша племенная мать, карник, отвешенец. Ну и посмотрим на матку и садим ее к этим пчелкам. Сейчас они будут волноваться, матки не будет. Ну, корм у них есть на три дня, водичка у них есть, осталось им подождать маточку. Все, поднялся в подвал, ожидаем матку. Так, друзья, получил я свою маточку, уже свою племенную племенную из Германии. Это карника, линия Пешиц, с облетника Генберт, институт Керхайн. Вот маточка приехала. Спасибо Денису Фадееву за то, что он поставил этих маток. Пчелки все живенькие, резвенькие, маточка лазит. Все хорошо. Паспорт присутствует. Моя маточка приехала с номером 24. Мне везет на номера. У меня были 14, 22, но такие рядом. Все хорошо. Канди съели немного. Ну, доставка быстрая. И с Германией доставка быстрее происходит, чем по Украине. Все нормально. Никаких повреждений с маткой я не вижу. То, что я хотел. Пешиц Евгений Рудь меня полностью устраивает, потому что у меня есть его матка Тройзек 1075, которая хорошо себя показала и показывает. И уже не один десяток маток поехала по Украине. Я думаю, что многие оценят. Вот есть печать. Остров Кенберт. Так. Ну что, друзья. Сопровождающих пчел я выпускаю. Оставляю в клеточке одну матку. Ну, можно не выпускать, но я сторонник того, чтобы не было сопровождающих пчел. По двум причинам. Первая причина. Как ни крути, пчелы другие, они в клеточке, будут проявлять агрессию. То есть, не без того, если с пчелами хорошо принимают. Ну, когда одна матка, нет ни пчел, ничего. Они более лояльные пчелы к ней относятся. А так, как ни крути, другой запах у пчел. И пчелы могут проявлять агрессию. Ну, и вторая причина. Это пчелы-переносчики разных болезней. Поэтому, хоть они и безболезненные, я все равно этих пчел удаляю. И не выпускаю. А именно, ну, извините меня, убиваю. Потому что, если я их выпустю, они просто разлетятся по моим семьям. И так дальше. Оставляю в клеточке одну матку. И ставлю сейчас. Идем с вами ставить в наш накопитель. Там, где уже натрушены пчелы. Где они уже практически сутки постояли без матки. Ну, и с маткой они постоят в подвале еще двое суток. За это время пчелы забудут свое место. Прежнее место обетования. И у них создастся новая семья. Новая маточка. Новое гнездо. Ващинка и так дальше. Все, друзья. Пчелы я сейчас выпускаю. И идем подсаживать. Друзья, маточку я пчел выпустил. Маточку оставил одну. Ну, и теперь несем ее к нашим пчелкам. Друзья, пчелки наши без матки. Слышно, как они... Я включил просто свет. Как они волнуются. И слышно сильно-сильно гул. То есть они уже осиротели очень-очень. Теперь я просто беру и помещаю матку к ним. Просто вот так. Раз. И все. Чуть-чуть пчелки вылезли. Ну, ничего страшного. Они сейчас почувствуют, что у них есть матка. И они успокоятся. О, очень сильный. Аж страшно. Ну, нормально. Просто я включил свет. Если бы я не включал свет. Но без этого я не смог бы вам показать. Я просто открыл... Ну, ничего. Несколько пчелок вылезло. Не будем им. Они сейчас успокоятся. Матку я положил на рамки. И все. Оставляю теперь матку еще на двое суток с ними. Прошло сутки. Еще двое суток они будут сидеть так с маткой. Потом через какое-то время зайдем, послушаем, как они... Они, в принципе, сейчас уже почувствуют запах матки и успокоятся. Все. Теперь зайдем попозже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok